Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Роман Титов. Ну, пока еще не сопредседатель, всего лишь руководитель исполкома. Но, тем не менее, добрый день всем. Рад всех слышать. С наступлением осени и нового политического сезона. Смотри-ка, а ведь я сейчас должность твою цитирую по новости на одном известном и уважаемом портале. Все, я их поправлю. Хорошо. Нельзя верить в семьи. И себя. Договорились. Ну что, выборы? Конечно, выборы – главная тема нашего сегодняшнего особого мнения. Кстати говоря, останешься ли ты или ты на своем посту в Общероссийском народном фронте в связи с избранием тебя в ОЗС? Останусь. Останусь. Планов перемен не было. На освобожденные должности заходить не планирую. Ну, и не предлагал никто, собственно говоря. Я считаю, что полезен там, где ты есть, и буду работать дальше. В всяком случае, именно такой план у меня и был. Есть текущая работа, а есть возможности, которые надо реализовывать в ЗАГС-собрании, пользуясь правом законодательной инициативы, править те вещи, которые мы постоянно здесь в студии обсуждаем, но уже в статусе депутатском. Да. Ну вот выборы. Выборы, естественно, проходят нелегко, не беспосредственно для всех, кто в них участвует. Мы обсуждали это в течение всей недели, и глядя на тебя, мне кажется, что ты тоже очень сильно устал. Как минимум, похудел-то точно. Ты вот сейчас ощущаешь какую-то, не знаю, радость от победы, от того, что ты проходишь в ОЗС? Радость есть, но она внешне не выражается, потому что действительно очень сильная усталость. Я проехал за последние месяцы, за период кампании, хотя Слободской находится и район близко, я проехал 8 тысяч километров. Машина устала жутко, надо ставиться в сервис, и мне само бы тоже не мешало в отпуск, но, к сожалению, отпуск мой закончился, он прошел в августе в полях, в селах и деревнях, поэтому отдохнуть удастся нескоро. Да. Ну, как тебе понравился сам день голосования? Наверняка ты тоже и сам следил, и видел, на что жалуются, например, КПРФ или «Справедливая Россия», рассказывали про ромашек, которые раздавали карты садоводов, рассказывали про историю с Павлом Дорофеевым, который лидировал, лидировал, потом вдруг резко проиграл в выборах. Но в целом эксперты сходятся во мнении, что выборы прошли достаточно ровно, без каких-то серьезных нарушений. У тебя такое же мнение? Да, такое же мнение. Фон, конечно, был, я его отслеживал. Я с 9, наверное, утра до 5 утра следующего дня за ходом выбора следил лично. Я был на территории района, мониторил и региональную благосферу. И да, были определенные сомнения, были нарушения, была ситуация с задержанием автомобиля КПРФ брендированного, оперативное видео появилось, то есть отследили, отмониторили ситуацию. Но в целом, мое мнение, может быть, память короткая, количество публичных нарушений, ставших застоянием общественности, оно было существенно меньше, чем в 2011 году. Мне кажется, и курс был поставлен прошлой осенью Вячеславу Володиным на максимальную легитимность выборов. Знаете, там сигналы из Москвы, они проходят и воспринимаются как руководство к действию. И Элла Памфилова на руководстве Центральной избирательной комиссии себя показала как человеком достаточно взвешенным и осуществляющим свои контрольные функции надлежащим образом. Поэтому количество нарушений, на мой взгляд, было минимальным. Те же ромашки. Ну, я ехал на работу, я увидел человека с ромашкой на улице Милицейской, точно не помню школу, там избирательный участок. Я остановился, подошел, спросил, сказали, проводится соцопрос. Ну, действительно, потом выяснилось, что это были экзит-полы так называемые, которые проводились. Ну, они смогли, да, убедить избирательную комиссию, что... Ну, тут я говорю непредвзято. Мне, в основном, было интересно. Правда, первое нарушение, как мне показалось, которое я увидел, это было нарушение на моем избирательном участке, на 302-м, если я правильно помню. Я пришел голосовать и вдруг увидел, стоит человек в брендированной куртке с огромным логотипом ЛДПР. Мне коллеги рассказывали, что такие же обладатели курток были и на других избирательных участках. Ну, я не успел даже рот открыть, там, дойти до представителей полиции, чтобы, ну, собственно, прекратить, на мой взгляд, нарушение закона, как человек ретировался. То есть, возможно, какая-то контрольная функция была у ЛДПР. У меня на округе представителей ЛДПР не было. Работали, я видел, плотно работали до самого утра. Даже когда я уже уезжал, наблюдатели справедливой России, они нашли себе там закуток, сели с компьютером, считали, они работали, насколько я знаю, в большинстве комиссий. Пока мне о жалобах неизвестно. Да, это понятно. А что тогда для тебя вообще, вот, какими представляются выборы минувшего воскресенья, что наиболее ярко запомнилось? Мне кажется, вот, самый большой... Как их можно характеризовать, наверное, так не поставлю. Технологичные. Кто работал технологично, ну, вот, во всем смысле этого слова, то есть, раннее начало кампании, активная медийная политика, активное использование, скажем так, разных технологий, от двери к двери, дворовые встречи, медийка, хорошо использованная. Вот это было отличительной чертой, на мой взгляд, двух кампаний избирательных. Это избирательная кампания «Единая Россия», которая началась фактически с момента объявления «Праймерис», наверное, в марте, да? Да, даже до, наверное. И избирательная кампания «ЛДПР», которая свои результаты дала. То есть, отдадим должное, ребята выступили на региональном уровне, на федеральном уровне очень и очень достойно. Они предложили понятную повестку дня, такую лазунговую, на самом деле, вот, капремонт, взнос на капремонт после проведения работы, и тому подобные вещи. Может быть, не предложили новых ярких лиц. Да, то есть, Владимир Вольфович посмотрел, по-моему, с каждой стены, кстати. И звучал из каждого приемника. Да, самая смешная вещь, которую я видел за весь период выборов, на улице Ленина, после переговора с Блюхером, с улицы Блюхера висели два баннера. Значит, один баннер партии роста, Борис Титов, стрелка вверх, рост. Вот указывает, эта стрелка, на дом недостроенный, на котором, кстати, недавно был временно исполняющий обязательства губернатора Васильев. Ну, тут пресловутый недостроенный. Значит, на этом доме огромный баннер Жириновского, и там написано «Не допустим рост цен на бензин». То есть, здесь рост, а тут «Не допустим рост». Вот нарочно не придумаешь. И вот, честно говоря, я уверен, что там баннер появился неспроста. Не просто так, то есть, очень технологичный и красивый. Ребята отработали, как следует, и получили достойный результат. Сумев, честно говоря, перехватить, взять, точнее, не только свой электорат традиционный, но и взять тех, кто зачаровался в Компартии, тех, кто зачаровался в СССРах. Ну, просто вот эти перетоки, они легко отслеживаются, потому что Единая Россия, она увеличила, собственно говоря, результат свой, но не настолько. ЛДП увеличила значительно. То есть, на мой взгляд, именно за счет этих двух парламентских партий, которые больше всего потеряли на выборах. Мы сейчас прервемся на одну минуту буквально. Напоминаю, что это особое мнение Романа Титова. Возвращаемся в студию. Это программа «Особое мнение» у микрофона Светланы Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Кировской области Роман Титов. Напоминаю, что Роман Альбертович избрался в областное законодательное собрание нового созыва. И в связи с этим, конечно, мне хотелось бы после поздравлений очередных... Спасибо, принимается. ...узнать, чем ты собираешься заниматься в УЗС. Какие будут приоритетные направления твоей деятельности? Может быть, ты даже комитет уже себе приглядел. Главное, чем я буду заниматься, и я об этом говорил на встречах. Основой моей компании были как раз встречи с людьми. Я в тех же Вахрушах, по-моему, все дворы прошел, которые можно в районе, в каждом поселении побывал. Основная моя задача – это работа в качестве представителя территории. То есть мы договорились уже, что я не реже двух раз в неделю буду бывать в районе. Не реже раза в квартала я буду проводить встречи в каждом поселении. То есть фактически еженедельные, да, они получаются. Чуть реже, может быть, раз в две недели. Поскольку, слушайте, я иду, честно, не штаны просиживать и голосовать, там, кнопку сжать. Я иду отставить людей, которые мне поверили, доверили. А это шесть лишних тысяч человек. Не пустые слова. Я помню эти глаза, я помню эти лица, я помню эти проблемы, о которых люди говорили. Понимаете, там, порой приезжаешь в поселение, за колени, к примеру, куда-нибудь. Говори, мобильной связи нет в 21 веке. Нет мобильной связи. Просто не берет ни один сотовый оператор. Протянут только лаконный кабель до поселения. Интернет есть, а связи нет. И никто им не мог помочь решить эту проблему. Будем помогать, там, письма отправили уже, там, с учителями встречались. Вот сейчас пошли обращения учителей, в мае было издано, 30 мая, по-моему, постановление правительства Кировской области, которое ухудшило условия оплаты труда учителей. Вот уже написал, правда, пока в статусе ОНФ нам своем, письмо на временно исполняющую обязательство губернации, просьба разобраться. Но это было обращение из Кельмези, и сегодня пришло такое же обращение от педагога Слободского района. Будем решать, там, и я, когда вел компанию, буквально один из финальных агитационных материалов был, это определенный момент, там, грубо говоря, программа развития Слободского, программа развития района. То есть там те вещи, которые сделать предстоит, я их буду делать. То есть это и контроль газификации, и, извините, там, может, звучит мелко, там, борьба с борщевиком, но когда приезжаешь опять, там, в Светозарево или в Калино, где борщевик, знаете, как сосны растет у нас близкие. Ну, такое не местное уже обращение, это глобальный проект. Это глобальный проект, и мы об этом говорили в эфире «Эхо Москвы» некоторое время назад. Нам обещают, там, то спутниковую, там, навигацию какую-то сделать, чтобы подслеживать этот борщевик, то еще что-то, ведь нет проекта. Тему ТБО будем также точно продолжать. И не только по Слободскому, по другим территориям. Буквально сегодня тоже отправили обращение, точнее, получили ответ на обращение в прокуратуру. В Малужском районе беда была, то есть свалка горит с 2011 года. Мусор с поселения, с территории вообще не вывозит никто, просто никто. Провели межреженскую проверку, установили, что там грубейшее нарушение законодательства. Непонятно, как они вообще дожили, там, просто мусором не занимается никто, хотя это полномочия территории по законам местного самоправления. Будут наказаны. Такие вещи будем решать, будем работать. Вот сейчас вы это делаете, ты это делаешь в рамках работы ОНФ. Да, а там мы это будем делать в том числе в рамках... В чем тогда разница будет? Вот прекрасно, эффективно работали сейчас в ОНФ. Совершенно понятна позиция. Уважаемая практически у всех организация, да? Не вызывающая каких-то противоречий особых. Даже оппоненты там Единой России, они говорят о том, что ОНФ это хорошая организация, это ребята много делают. Сейчас ты идешь в ЗАГС-собрание. Зачем? Ну вот, то есть, что меняется-то в итоге? Каких полномочий становится больше? Почему это нужно? Полномочия существенно больше. То есть, понимаете, там, раньше мы, грубо говоря, продиагностировали проблему, а дальше все на волю Божию, как говорится. То есть, вот, простая ситуация, хотя очень сложная. Два года бьемся с темой переселения ветхого аварийного жилья. Количество сюжетов о дровяниках, которые строят на федеральные деньги, количество предписаний, количество проверок, там, два уголовных дела уже. Оно уже не с числа, как говорится. Но решений серьезных на уровне исполнительной власти региона не принято до сих пор. Действительный механизм по формированию предложений у нас в Киевской области сформировать нам не удалось. Пример простой. Конец прошлого года. Опять же, в этой студии мы обсуждали общественные поручения, которые мы долго готовили, которые направили на теперь уже бывшего губернатора. Значит, подводим итоги. Из пяти поручений исполнено два, три просто отписаны. То есть, сейчас мы, слава Богу, нашли новый механизм. Мы с Васильевым, вот, была встреча... Временно исполняющей обязанности. Да, временно исполняющей обязанности губернатора. Была встреча в конце августа, тоже ее мы с вами в эфире обсуждали. И где-то тут должна быть уже встреча. Слушайте, я вижу, как работает там. Сегодня звонят из МФЦ, надо срочно встречаться. Есть поручение до 30-го, с вами провести рабочую встречу, разобраться по теме льгот упрощения предоставления. В пятницу в краеведческом музее будет у нас встреча по теме функционирования краеведческих музеев, то, о чем мы говорили. По... Мемориалу. По мемориалу поручения есть. Там вот механизм закрутил зал, но... Этот механизм, он такой локальный. Необходима возможность влиять на нормативные акты, на принятие нормативных актов, на стадии планирования бюджета, на стадии проектов этих актов нормативных, высказывать свое мнение, критическую позицию. Я от своей позиции не отказываюсь. Там, где позиция будет расходиться с позицией партии, от которой я шел, но сам являюсь беспартийным, я свое мнение буду высказывать. Вот это очень такой тонкий на самом деле вопрос, потому что мы знаем прекрасно, какова партийная дисциплина внутри партии власти. Кстати, очень яркий пример Андрея Николаевича Мучинина, он сам об этом заявлял здесь, в этой студии. Чем глубже он погружался в деятельность партии, тем меньше даже здесь в студии осталось его собственного мнения. И он об этом говорил открыто, что позиция партии такова. Я, как член партии «Единая Россия», должен вот ее придерживаться. Меньше критики становилось и прочее. Вот несмотря на то, что ты не являешься членом партии, действительно, ты шел от нее, и насколько требования партийной дисциплины, там, единое мнение «Единой России» будут позволять тебе вот проявлять собственную инициативу, отстаивать собственную позицию. Это вообще как-то... Я, во-первых, я внимательно изучил... Возможность-то останется какая-то? Останется. Я внимательно изучил положение фракции партии «Единая Россия», типовое, принятое Генсоветом, и не вижу никаких рисков высказывать свое мнение как на работе внутри фракциона, так и вне этой фракции. Возможно, такая есть сложнее кандидату, который пройдет по спискам, потому что там очень жесткие требования партийной дисциплины. Кандидаты-одномандатники в более свободном, скажем так, полете находятся. Кроме того, ну, давайте быть честными, наша задача как организация отнюдь не заговорочная и полная поддержка политики «Единой России», а оценка исполнения указов президента. То есть, если они не исполняются, если мы видим, что, к примеру, сейчас были приняты, точнее, предыдущие правительства были приняты нормативные акты, которые ухудшают положение педагогов, почему я буду про это молчать? Не исполнение 597 указа президента, с которым надо разбираться. Рисков для себя я не вижу, позиции независимой бросать не буду однозначно. «Единая Россия» – это наш стратегический партнер, да. Но при всем при этом у нас в организации представили 23 политических партий. Мне с ними со всеми работать. В Котельниче мы совершенно адекватно работаем с представителями «Справедливой России». И с людьми, которые разочаровались в этой партии, вышли, не придерживаются сейчас такой жесткой партийной диалоги. Наши сторонники здорово на выборах поучаствовали, сформировали хорошую коалицию в городской думе. Молодцы. Сегодня мы разговаривали с Лёшей Дудиным, который, собственно говоря, наш главный сторонник и зачинщик, и при всем при этом непримиримый противник, действующий у главы города. Будем работать так, как работали. Просто получим дополнительные инструменты. Ну, то есть тебя не смущает, что у партии власти в нашем УЗС 39 мест из 54? Это хорошо, потому что если мне удастся убедить в правильности принимаемых решений коллег по фракции, значит, это решение с большой долей вероятности будет принято и реализовано. Просто приходилось слышать даже в эфирах за последние дни, которые я внимательно слышу, что Дума перестанет быть местной для дискуссии. Да, это как раз был мой следующий вопрос, потому что действительно... Читаю мысли. Я уже за время кампании научился читать наши избиратели. Да, что Дума – это не место для областного законодательного собрания, парламент – не место для дискуссии. Все вопросы будут решаться в кабинете Игоря Васильева. Жесткая рука, жесткий правитель. О чем, как считают эксперты, говорят, его действия последние по перестановкам кадровым. И то же самое будет в отношении парламента. Парламент будет только закреплять решения Васильева своими согласными кивками. По поводу кадровых перестановок. Представьте, Светлана, вы купили автомобиль. И там предыдущий владелец установил магнитолу, рюшечки какие-то, освежитель воздуха, на окнах висят шторки. Вот вдруг достался, вам его вручили. И вот дальше у вас есть выбор. Либо переставить там все по своему пониманию и разумению, либо ездить с тем, что вам не нравится, и чтобы вы не купили, возможно. Вот может такая сложная параллель, но мне кажется, действия эти обоснованные нельзя назвать жесткими или не жесткими. Они разумные, то есть руководитель формирует команду под себя. Дальше по поводу ЗАГС-собрания. Вот опять же в одном из наших эфиров, а я их все очень хорошо помню. Приятно это слышать. Да, каждый раз в событии. Я, скажем так, может быть громко заявил об украинизации нашего регионального законодательного собрания. На финальном этапе действительно там очень много было разговоров, очень много было тех вещей, которые, честно говоря, конструктива-то в них не было. Такое ощущение, что при появлении камеры некоторые депутаты начинали оживать, пиариться, выдвигаются контрактные инициативы, которые в процессе их выдвижения теряли всякую логическую связь с реальностью. Я думаю, что в новом созыве этого не будет, однозначно, а дискуссия переместится в комитеты и дискуссия переместится в внутрифракционные вещи. Эта позиция более конструктивна, но это точно не будет найти принтер, который по команде издает законы, потому что нет. Потому что вряд ли кому-то хочется накануне губернаторских выборов, к примеру, и президентских, деэксимизировать вообще саму идею законодательного органа власти, по которым по цели территории имеют право голоса. Ну и тогда с другой стороны рассмотреть этот вопрос. То, что временно исполняющие обязанности глава региона является членом партии «Единая Россия» и парламент тоже у нас практически единороссовский, это хорошо? Это хорошо. И более того, опять же, возвращаясь к тем вещам, которые мы говорили когда-то на эфире, ну, я этого ожидал, я ошибся в одном. Помните, я говорил, что нас ждет двухпартийный парламент фактически. Единственное, я ошибся, то есть вторая, это моя ошибка, я ее признаю, что вторая партия, это оказалось не коммунисты, которые здорово просили, уж давайте быть честными, а либерально-демократическая партия, которая будет, ну, играть вторую скрипку в парламенте. Логичная конструкция, но место для дискуссии в ней однозначно остается. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, напоминаю, что вы слушаете особое мнение главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Кировской области Романа Титова. Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Кировской области Роман Титов. Добрый день. У меня такое ощущение все-таки, что все уже услышали, что я тут сиплю и плохо дышу через нос да, накрыла болезнь но я буду стараться не шуметь в микрофон такое просто маленькое замечание возвращаясь к Игорю Васильеву ты уже высказал свое мнение насчет тех кадровых решений, которые он принял и считаешь, что это нормальный естественный процесс можешь ли ты уже оценить потери например, тебе нравился кто-то как специалист кто-то из бывшей команды и его имело бы смысл оставить кстати, еще ведь осталось 5, если мне не изменяет память, 5 зампредов слушайте, я их вот не считаю Ковалева еще есть Котличко я могу оценить только одну кадровую потерю это кадровая потеря для нас, для общероссийского народного фронта наш председатель Андрей Великимович Черняев стал министром здравоохранения Кировской области это, как говорится, большая потеря для нас но я думаю и уверен, большое приобретение для области состоялось это буквально через 2 недели даже меньше после встречи, на которой Андрей Великимович рассказывал о своем видении проблем в вятской медицине здорово, что это значение состоялось потому что я считаю, что Черняев это тот министр здравоохранения, который нам нужен во всяком случае, он человек практичный и практический мыслящий и я думаю, что всегда сложно говорить, что мы быстро ощутим эти изменения мы их точно увидим потому что он работал снизу он принимал участие в наших мониторинговых мероприятиях он видел и это, знаете, был перелом сознания у него буквально в прошлом сентябре, когда Андрей Великимович вернулся с форума по здравоохранению и он говорит, слушай, у меня две реакции было в начале критика со стороны пациентов со стороны сообществ медицинских, которые звучало я, говорит, закрылся просто а потом я приехал в Киров я понял, что вот пранк на той стороне и начал менять вот эта вот регистратура открытая о которой он говорил вчера, по-моему, в эфире это кабинеты доврачебного приема о чем мы говорили на встрече с Васильевым то есть способ разгрузить врачей быстро достаточно, да? я, уведя все справки и все вещи, в которых не нужен врачебный функционал профессиональный, высокопрофессиональный уведя это в отдельную зону клиентскую простите меня, что я так про больницы говорю к словам клиентская зона эти вещи он сделал за год фактически вот после этого перелома, после нашего мероприятия уверен, что они будут сделаны и здесь потому что, спросите меня, какая проблема больше всего волнует людей отдаленных территорий конечно, проблема здравоохранения доступности медицины и когда медленно новости доходят когда я приезжал на встречи, людям рассказывал вы знаете, там вчера Васильев снял у Тёмового и Матвеева люди вначале не верили, а потом ну извините, неприкрытая радость была просто в глазах но ведь мы понимаем, кадровое решение в плане отставки это третье решение две трети решения, это вопрос назначения пока мы видим малое количество назначений пока я думаю, что это хорошо это значит, что идет обсуждение идет отбор кандидатуры и люди будут функционал замещать постоянно пока действительно сложно иметь дело с правительством областным потому что оставшиеся не уверены в себе, а выбывшие не всегда заменены но я думаю, это технический вопрос, который решится в течение месяца может быть, я так считаю то есть, я понимаю, я помню эту ассоциацию которую ты сегодня привел про машину с кивающими головой собачками и шторками что нужно все она обезвищенная абсолютно что нужно все поменять да, но суть-то в том, что отправив отставку по собственному желанию абсолютно всех зампредов и министров и привезя сюда троих а может быть, еще будет четвертый там человек, пусть даже очень профессиональный ну вот, как-то все равно это вызывает какое-то странное ощущение того, что нет передачи дел понимаешь, да введение в курс дела у нас же как принято надо ввести в курс дела рассказать, какие были поставлены задачи кто есть кто как население, как что вот тут нет напряжения в этом смысле многие действительно уходили именно по собственному желанию то есть, людей никто не просил они принимали сами решения понимая, что в этом новом достаточно жестком формате внутри, который может быть не виден за пределами серого дома но, когда с людьми говоришь видно методы изменились ну, Шерлама Александровна Медведева она как раз ровно то и сказала методы изменились более технологичные технологичные, более жесткие не все готовы работать вот в этой парадигме те, кто готовы и те, кому будет доверие возможно, они останутся хранятся передачи дел я не знаю я свечку не держал я не затрудняюсь сказать как там происходят процедуры но пока, давайте быть честными никакого коллапса ни в одной вытрости не произошло то есть, значит машина создана была значит она работала возможно, по мнению нового руководителя она должна работать более эффективно поэтому люди меняются но ничего не останавливается я хотела тебя еще спросить насчет города на прошедшей прямой линии с временно исполняющим обязанности губернатора было очень мало вопросов которые были отнесены к городу городских проектов строек городских там только городские дороги озвучили где Владимир Васильевич Быков сказал что следующей весной будет стоять рядом с Рио когда будут проверять дороги он был ученик кстати это еще до голосования было на выборах вот почему ты думаешь не звучали эти вопросы тогда и станет ли Игорь Владимирович Васильев вмешиваться в дела муниципалитета города Кирова поскольку мы прекрасно помним что позиция Никиты Юрьевича было полное невмешательство в дела Кировской администрации и Думы ну однозначно предположу что все ранее действующие договоренности будут обнулены ну просто потому что тот кто их заключал нету его на сегодняшний день как оно будет строиться мне сложно предположить но я считаю что город нуждается в внимании со стороны областных властей хотя бы с точки зрения того что это областное центро лицо более того вижу что многие муниципальные образования Кировской области нуждаются в более пристальном внимании со стороны области думаю руки до этого дойдут но дойдут на этапе ну опять же вот это осень буквально то есть если мы видим достаточно жесткое выстраивание вертикали предполагаем точнее его в областном правительстве наверняка эта вертикаль будет распространяться ну опять же в рамках ограничения закона о местном самоправлении и на муниципалитет логично если это будет вопрос в том что в городе Кирове эта ситуация будет осложнена тем что у нас выборы в следующем году в городскую думу и сейчас сложно делать какие-то ставки то есть любые механизмы которые конструкции которые будут сейчас создаваться в муниципальном образовании нашим с вами родным они будут временными они будут действовать до сентября следующего года ведь избирать будут не администрацию города Кирова а думу да но дума это тот орган который который что в городе делает вот поверьте городская дума в городе это не тот орган который просто приходит и заседает раз в месяц это это заслуга большая Владимира Васильевича Блыкова я редко меня можно отметить в том что я отмечаю заслуги Владимира Васильевича но вот то что работа была выстроена очень технично в городской думе в городской думе однозначно а где мы видим результат этой работы вот свет я помню наш город в 2011 году за это время многое произошло многое ошибок потому что что там греха таить мы все про них знаем все эти проблемные ситуации которые есть важно что работа технологически организована я впервые слышу от тебя такие слова городская дума действительно ты считаешь решала какие-то проекты я могу привести простой пример технологического решения вопроса городской думы это ситуация с парком 20 пионеров который планировали застроить на думу мы подготовив общественное мнение разумеется поработав с депутатами мы три раза ломали тему по передаче парковой территории сами знаете кому под строительство сами знаете чего терраспорт мы имеем не терраспорт это стадион мифический некий компании мотор и надо отметить что когда работа была подведена дума приняла консолидированные решения и застройка там навеки вечной была остановлена но такого не случилось например в территории прилегающей парку победы так что я не вижу где здесь технологичность в одной вариации активисты люди вышли бросаясь грудью на бронетранспортер что называется и поэтому дума вынуждена была отреагировать но парк победы дума не отреагировала там вот по застройке стадиона там протеста великого не было там группа активистов да те же ребят с которыми мы до сих пор работаем и не перестаем работать кстати в ближайшее время опять же по получению губернатора состоится обсуждение общественной концепции развития парка у 25 нервов мемориала о чем мы теряем наши дискуссии а мы наверное пришли к тому и она остается буквально полторы-две минуты мы пришли к тому что Владимира Васильевича Быкова прощает на спикеры ОЗС есть такая позиция и он судя по тому что ты сказал выстроить так же технологичную работу ОЗС как Кировская городская дума это не может не радовать нас судя по твоим словам ну честно говоря хотелось бы вменяемые адекватные конструктивные работы но с учетом тех недочетов которые собственно вы метко отметили в работе Кировской городской думы ЗАГС Собрания орган покруче и денег бюджета и прочее зависит от него поболее поэтому по эти я буду вашим надежным инсайдером и всегда буду подсвечивать работу законодательного собрания Кировской области ой замечательно это вот меня не может не радовать думаю так же как и наших слушателей ну и все-таки мне показывает еще наш звукорежиссер что есть у нас две минуты буквально возвращаясь в город надо сказать что буквально на днях 20 числа коммерсант выдал материал который называется городское хозяйство вышло в приоритеты и может быть я с этим знакомился правительство во главе с Дмитрием Медведевым отмечает что городская среда и ЖКХ это сейчас приоритет вообще деятельности правительства в частности на уровень нацпроекта выходит создание сейчас скажу да разработка стандартов городского благоустройства то есть будет разработано все как должны выглядеть улицы как должны выглядеть города стоящие у реки как должны выглядеть города имеющие исторические ценности и так далее это все будет профинансировано и по большей части из фонда А и ЖК это большое очень финансирование и Минстрой просит еще дополнительно выделить 10 миллиардов рублей на гранты для муниципалитетов то есть муниципалитетов которые могли бы в соответствии с разработанными концепциями по нацпроекту получать гранты и развивать свои города вот мы много обсуждали сегодня в этой студии в программе в частности Урбан которая посвящена городским проектам что у нас к сожалению каких-то крупных стратегических серьезных решений не принимается то есть мы не знаем где будет город вот там через 5 10 и 20 лет и очень часто звучат такие в сторону городской власти обвинения что они не сводят коммуникации а ведомство действует разрозненно не привлекается бизнес крупный к развитию города конкретно Кира ты как видишь действительно что нужно менять в городе потому что можно уже какой-то даже наверное дать совет рекомендацию на путь на следующие уже выборы потому что народ будет готовиться к выборам городского дома главное что надо менять в городе это реально создавать механизмы неситуативные постоянно действующие учет мнения горожан те же общественные слушания все мы на них были все мы видим как они проводятся да они проводятся в соответствии с действующим законодательством но кто же заставляет ограничиваться вы проходите не по минимальной планочке собрали и обсудили и разошлись вы реально учитываете мнение людей собираете мнение людей по строительным проблемам по развитию парковой среды устраиваете слушания пусть не несущие никаких правовых решений по ключевым городским проблемам собираете активных горожан выслушиваете собираете их мнение создайте на уровне муниципального образования механизм учета не противоречивающих федеральному законодательству но реально действующих возможно это сделать да на сегодняшний момент этого нет то есть начинает более того вся эта система создаваться сторонним органами та же общественная палата организует голосование по кировским дорогам какие дороги ремонтируют не общественная палата должна это инициировать эта задача администрации городской которая шляет полноценное постоянное управление города вот можно сколько угодно управлять городом без горожан просто тогда тогда собственно результаты будут соответствующие они горожанам не будут поддерживать люди имеют право не только знать но и влиять спасибо это хорошая точка особого мнения напоминаю что сегодня в гостях нашей программы был глава регионального исполнкома УНФ в Кировской области Роман Титов я Светлана Зайко прощаюсь до свидания